Вот берем, например, вот у нас три раствора, да, марганцовки, марганцовки складки. Это водный обычный раствор. Я беру восстановитель, восстановитель, сульфит натрия и добавляю. Первый, например, просто без воды. У нас образовался такого цвета, интересно, такого светло-желтого, да, но это называется химический лимонад. Химические эксперименты стали доступны 150 лет назад, когда Менделеев изобрел периодическую таблицу. В честь этой важной для науки даты трехдневный фестиваль открылся химическим шоу. Помимо развлечений на Дне науки презентуют и серьезные исследования алтайских ученых разных вузов края, а также обсуждают модернизацию школьных научных кабинетов. Мы сегодня начали программу в рамках одной из инициатив губернатора, современная школа Алтая. Эти 10 инициатив по развитию образования в Алтайском крае, обновление предметных классов химии и физики. И 4 года подряд мы по 25% школ будем полностью обновлять вот это предметно-инфраструктурное содержание деятельности учителей химии и физики. Но химия и День науки не ограничивается. По всему региону открылись больше 30 образовательных площадок и проводятся больше 200 мероприятий. Их цель – популяризация науки среди школьников. Кстати, некоторые из них уже определились со своими научными интересами. Физика, информатика. Мне интересна физика. Мы поступили в класс физики-информатики. А вот чем вам интересны эти науки? Ну, наверное, связать хотим с будущей профессией, чтобы связать с этим жизнь. Фестиваль проходит в Алтайском крае уже 10 лет. День науки привлекает школьников множество мастер-классов. А вот для студентов это возможность ближе познакомиться с научной работой и выбрать область для собственных исследований. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.